Здравствуйте, уважаемые телезрители! Меня зовут Сергей Лысов. Мы продолжаем следить за ходом соревнований по тяжелой атлетике. Чемпионат России в Ханты-Мансийске. Сегодня на помост вынут женщины и мужчины в четырех весовых категориях. Три у женщин и одна у мужчин. Мы желаем всем высоких результатов и личных побед! Музыка Завершился первый поток второго соревновательного дня. Девушки в весовой категории до 55 кг. Представительница Воронежской и Ульяновской области Светлана Ершова заняла первое место, став абсолютной чемпионкой России. Но почему-то осталась недовольна своим результатом. Давайте узнаем почему. Надо работать на результативность, на прибавку в результате. Не важно сумма, а не место. В сумме не получилось собрать то, что нужно было собрать. Поэтому по эмоциям я расстроен. Нужно прибавлять в результате. Когда вы стоите на одном месте или наоборот спускаетесь на меньший результат, это тяжело, потому что была проведена большая работа. И ты, конечно, ожидаешь прибавку в результате. И когда прибавки нет, да, первое победители не судят. Но морально тяжело, потому что много было проработано. Новый рекорд России установлен в Ханты-Мансийске. Ольга Тё, воспитанница Омской школы по тяжелой атлетике, в весовой категории до 59 кг, выполнила упражнение «Рывок» с весом 96 кг. Как оказалось, Оля из спортивной семьи. Ее родители тоже именитые спортсмены в этом виде спорта. И, конечно же, поддерживают дочь. Вообще у нас папа штангист, бывший спортсмен. И он всех нас привлек в этот вид спорта. И вот так я и попала, собственно говоря, перейдя со спортивной гимнастики, захотела заниматься тяжелой атлетикой. Но мама тоже всегда поддерживает. Семья есть семья. Некоторым, наверное, тяжело с родителями тренироваться. Я не скажу, что мне тяжело. Мне наоборот проще и легче. Потому что это родители, это твоя кровь. Они тебя знают от и до. И всегда подстроятся под твой режим, где-то что-то скорректируют. Ты всегда с ними открыт и честен. И тогда результаты получаются. Каждый раз, когда выступаешь, и сразу после соревнований ты начинаешь только отходить от этого всего. И где-то через час, конечно, уже наступают какие-то эмоции, осознание. Конечно, радость, естественно. Где-то не все получилось, но результат первое место, и это не может радовать. В рывке я довольна. Мы отработали все три подхода. В толчке можно было толкать 116, но, наверное, не было уже той мотивации выходить и толкать этот вес. Повышаем градус впечатлений. На помост поднимается мужская половина атлетов. Весовая категория до 61 килограмма. 14 заявленных участников. Максимальный вес в рывке достигает 121 килограмма, что вдвое больше собственного веса спортсмена. А в толчке еще больше, около 140. Все внимание на сцену. Новый рекорд России в дисциплине толчок. А также в общем зачете суммой килограмм 269. Представляю вам, Олег Пусохранов из Кемеровской области. Олег, расскажи нам, что не получилось с рывком. Ну, не знаю, был полностью готов. И эмоционально, и физически. На тренировку поднимал это по два раза, спокойно. Вот. Но что-то как-то не пошло. Вот. Но такие бывают рабочие моменты, когда, ну, не получается вот именно что-то, какое-то движение не можешь поймать. И приходится исправлять ошибки, в общем-то. Для меня не удивление какое-то, что вот рекорд, и это прям круто. Ну, можно и больше. Пришло время болеть за наших. Представительницы прекрасного пола, тяжелой атлетки Софья Кропокина из Ханты-Мансийска, Илана Джатьева из Сургутского района представляют игру в весовой категории до 64 килограммов. Всего в категории заявлено 10 спортсменов. Сургутского района 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 Субтитры подогнал «Симон» В городе Ханты-Мансийск продолжается чемпионат России по тяжелой атлетике. У пьедестала почета победитель и призеры чемпионата весовой категории 64 килограмма женщины. Церемония награждения. Церемонию награждения принимают участие. Член жюри. Судья всероссийской категории Анатолий Дешев. Заслуженный тренер СССР. Почетный вице-президент Федерации тяжелой атлетики Юрий Сандалов. АПЛОДИСМЕНТЫ Профессор. Заслуженный тренер России Василий Беляев. АПЛОДИСМЕНТЫ Награждение в рывке. Третье место и 93 килограмма в рывке. Алла Кайтукова. Республика Северная Осетия. АПЛОДИСМЕНТЫ Награждается бронзовой медалью, дипломом третьей степени Министерства спорта Российской Федерации. АПЛОДИСМЕНТЫ Второе место и серебряная медаль. 94 килограмма в рывке. Янна Кондрашова. Московская область. АПЛОДИСМЕНТЫ И победителем чемпионата России в рывке. С результатом 95 килограммов объявляется Анастасия Анзорова, Тюменская область. Фото на память и аплодисменты зрителей. Спасибо. Награждение в толчке. Третье место. 113 килограммов в толчке. Наталья Шайманова. Чувашская республика. Владимирская область. Бронт. Серебряная медаль. И 114 килограммов в толчке. Янна Кондрашова. Московская область. И победителем с результатом 118 килограммов в толчке объявляется Анастасия Анзорова, Тюменская область. Церемония награждения завершена. Завершилась последняя на сегодня весовая категория. Это женщины, вес которых не превышает 64 килограмма. Абсолютным чемпионом в этой весовой категории стала наша соседка из Тюменской области Анастасия Анзорова. Я предлагаю вам услышать победную речь чемпиона. Я очень довольна своим результатом. Это самая тяжелая моя победа за последнее время. Я месяц назад участвовал на чемпионате Европы. Но сегодня мне было тяжелее, если честно. С чем это связано? Наверное, небольшая усталость. Постоянные старты, выступления. И сегодня надо было занять золотую медаль выиграть. И постарались, выиграли. Ну, я думаю, вполне возможно подняться в толчке. Выйти на 128-130 килограмм, а в рывке килограмм 100. Это, конечно же, больше, чем сегодня я подняла. И я думаю, эти веса не за горами. После этих соревнований чемпионат мира. Будем готовиться, будем отбираться, стараться поднять еще больше результатов. Я никого не удивлю, если скажу, что тяжелая атлетика является травмоопасным видом спорта. Именно поэтому спортсмены всегда используют спецсредства. Это специальные пояса, обувь, одежда, эластичные бинты. Безусловно, они разминаются перед выполнением тех или иных упражнений. Но никто не застрахован от травм. Именно поэтому на таких соревнованиях всегда присутствуют врачи спортивной медицины. Какие они выполняют здесь функции, как помогают спортсменам, мы узнаем прямо сейчас. К нам часто обращаются. Чаще всего это легкие какие-то ссадины, царапины, растяжения. Бывают довольно-таки серьезные. Поэтому мы все время на чеку, на весь период соревнований. Сегодня было уже четыре серьезных таких обращения. Мы оперативно помогаем, если нужно, с помощью скорых госпитализируем. Было растяжение длинной головки пинцепса правого плеча. Под вопросом был разрыв, поэтому мы решили ее поскоро отправить в травмпункт, чтобы дальше оказали помощь ей. Второй случай тоже, что растяжение мышцы бедра там было, двуглавой тоже. И тоже под вопросом разрыв. То есть разрыв мышц это весьма вероятно на таком виде спорта. И поэтому мы на чеку все время. Второй день соревнований подошел к концу, и он был насыщенным на рекорды. Федерация тяжелой атлетики России сегодня зафиксировала четыре. В дисциплине рывок установлен новый вес. В 96 килограмм Ольгой Те. Весовая категория до 59 килограмм. В категории до 61 килограмма у мужчин установлен новый максимальный вес среди юниоров. Элкан Гвазава рывком поднял 121 килограмм. Толчок среди юношей поддался Артему Егиян. Здесь 130 килограмм. И уже известный нам Олег Мусохранов из Кемеровской области толкнул штангу весом 148 килограмм. И в общем зачете набрал 269. Побив предыдущие рекорды. Мы с вами не прощаемся. В это же время вернемся завтра в эфир телеканала Югра. Оставайтесь с нами. Болейте за наших. Любите спорт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова